Друзья, всем привет! С вами Николай, я рад вас приветствовать у себя в гостях. Давненько не виделись, я надеюсь у вас все хорошо, у меня тоже все нормально. Сегодня я вам покажу и расскажу про какое-то такое небольшое новое веяние в моем коллекционировании. Я начал потихонечку покупать монеты в слабах, и сегодня решил показать вам довольно известную монету Германской империи. Одну из самых таких рядовых, особенно в исполнении, которая справа. Это толпа так называемая, король позвал им и все пришли в юбилейная монета 913 года. Взял я ее в слабе посмотреть, причем я взял ее в пруфе, пускай в низком грейде, но мне хотелось получить представление. Я иногда очень... мне кажется достаточно интересно это именно прочувствовать самостоятельно, поэтому иногда я покупаю какие-то монеты, чтобы посмотреть, как она мне визуально будет вживую смотреться. Монетка выглядит красиво, монетка выглядит, сами понимаете, как более глянцевой, при этом двушечки в обычном исполнении в хорошем качестве тоже прекрасно блестят. Я ничего против не имею, и как-то исторически я всегда был настроен, если честно, против слабых. Но вот в последнее время, несмотря на это, я решил все-таки несколько монеток себе прикупить. Здесь где-то штучек 10 я взял. Понимаете, да, что так она, конечно, больше места занимает, хранение ее гораздо более емкое по площади получается. Но ничего, ничего. Нумизматика меняется, дорогие друзья. Я вижу, как популярность становится слабо. Ну, что их популярность растет. В том числе в слабых НГЦ много. И ННР нашего местного. Много монет появляется, в том числе немецких. Людям нравится. Людям, может быть, так страхуются от подделок. Кому-то, может быть, просто нравится вот такая вот защищенность монеты. Что монету посмотрел эксперт, закатал ее в такую супер капсулу, условно говоря. И монетка теперь безопасно будет лежать и храниться в коллекции. Я считаю, это нормально. Открывать что-то новое для себя, это неплохо. Мне монета понравилась. Я стараюсь сейчас брать монеты в более серьезных грейдах. Там 64, 65, иногда даже 66. Когда-нибудь вам их обязательно покажу, дорогие друзья. Я недавно как раз купил, наверное, самую дорогую монету в своей коллекции серебряную. Ну, попозже чуть-чуть, бум, сделаю про нее видео. В общем, первое положение, впечатление у меня довольно-таки нормальное, дорогие друзья. Но без фанатизма я не бросаю свои любимые современные серебряные инвестиционные монеты. И так потихонечку подбираю и старинные. Они мне тоже очень нравятся. Очень-очень. Единственное, что по бюджету, конечно, они подороже выходят. Вот если обычная такая трешечка стоит там в районе 3-4, там в суперблеске 5000 рублей, то монетка в слабе, там уже будет 15, 20, 25 и так далее, в зависимости от грейда. Спасибо за просмотр, друзья. Увидимся в следующих видео. Пока.